Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Привлекала толстая прочная древесина Из икон получались хорошие двери, ставни и даже разделочные доски Я вижу накрытые катки Могурцы лучше всего такая замечательная доска Крепко Ее вырезать по катке Прекрасно В годы советской власти мало кто задумывался, что подобная полка может иметь особую историко-культурную ценность и стоить десятки тысяч долларов Вот этот тоже лик, по-моему, тоже ничего Риск хороший Ну, а там, где вот не замылено, понимаешь? А вот это вот, видишь, по поверхности детали, которые не имеют отношения к темперу Ну, просто вот как, ну, мусор как бы Ну, тут его надо или обеспечить, или ничего Единственное, что мне случает, вот эта вот тональность меняется, мне кажется, что это тональность от лака Сотрудники музея имени Андрея Рублева готовят на икону реставрационный паспорт Так поступают с любым артефактом, попадающим в музей Тщательно измеряют и делают детальные фотографии Для иконы священномученик Власий Севастийский из жидием Музейные стены – лишь временное пристанище Эта святыня должна вернуться в город Сольвычегодск Архангельской области Откуда из Введенского собора она была похищена в 2008 году Пропажу обнаружила одна из сотрудниц храма Когда пришла открывать храм, замки сорваны были В музее имени Андрея Рублева икона оказалась не случайно Обнаружила ее ученый-секретарь музея Наталья Камашко В собрании одного из коллекционеров Икона была хорошо ей знакома Правда, выглядел этот памятник русской иконописи начала 17 века несколько необычно Здесь фаны были записаны синий краской Лик написан новым маслом в 19 веке Ну, фаны клеем тоже были синего цвета А потом, когда она уже сменила несколько рук И была приобретена в последний раз То владелец ее отреставрировал И, конечно, он был поражен тем фактом, что эта икона оказалась краденой Он, конечно, сказал, что сразу, без всяких вопросов, я ее возвращаю Но хочу, чтобы это произошло в музее Рублева Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Скрыт за толстыми стенами Спаса Андроникова монастыря Одной из самых древних московских обителей В 40-е годы прошлого века монастырь хотели разрушить Но архитектор и реставратор Петр Дмитриевич Барановский Сумел доказать, что здесь погребен великий Андрей Рублев Этот факт оказался беспроигрышным козырем Сам Ленин включил Рублева в список правильных деятелей культуры Монастырь был спасен В 1947 году, в год 800-летия Москвы, Сталин подписал приказ о создании музея Но открыли его только в 1960-м Здесь было общежитие завода Гужон, который потом стал заводом Серпаймола Когда ставили вот эти башни и часть стен И пришлось убрать летний душ Население писало в Моссовет и в ЦК О том, что за какого-то Рублева У них и брали такой замечательный душ Точное место могилы Андрея Рублева неизвестно Но то, что он жил и трудился в этом монастыре, известно доподлинно В Спасском соборе, в одном из самых древних соборов Москвы В оконных проемах алтарной зоны сохранились фрески, писанные его рукой Вход сюда разрешен только священнослужителям Но для нас сделали исключение Это единственная работа великого мастера Которая есть на территории музея, носящего его имя Посетителям экспозиции доступны только фотографии фресок Зато богатейшее собрание икон 13-17 веков Подлинники может увидеть любой желающий Для нас очень важно, что в нашем собрании есть такая древняя икона Дело в том, что древних икон, которые датируются 12-м, началом 13-го века Сохранилось очень мало Многие из них погибли, да и вообще в такую древность икон писали не так уж и много Эту икону спас Вседержитель художник Василий Ситников нашел в глухой Ярославской деревне в 60-е годы прошлого века Перед эмиграцией в Америку он подарил ее музею Даров из частных коллекций в фондах музея немало Но это только один из путей, которыми проведение приводит сюда иконы За некоторыми из них скрываются длинные криминальные истории Другие привезены сотрудниками музея из экспедиции Ненависть к церкви была фантастическая Уничтожена, может быть, даже больше, чем в 20-е и начало 30-х годов Это было массовое уничтожение Брали под кирпич и прочее, прочее Все вот это вот И поэтому надо было что-то успеть Вот там, где мы... И мы очень часто не успевали Из этих поездок привозились подлинные шедевры древнерусской живописи Один из таких трофеев – иконостас из Спасского собора Спаса Ефимьева монастыря в Суздале Эти величественные иконы были обнаружены в местном краеведческом музее Их использовали в качестве щитов для экспозиций Посвященных достижениям народного хозяйства в социалистический период Древние памятники 17 века обтянули красной тканью А с обратной стороны повесили портреты передовиков производства Иконы прошли полную реставрацию И теперь это гордость музейного собрания Да, я смотрю, шесть пальцев Да, но это надо внимательно посмотреть, но это же бывает Оставлена, вероятно, поздняя запись Пририсовали этот пальчик, а этот, вероятно, был закрашен И при раскрытии он и выплыл Поэтому получается такая загадочная композиция из шести пальцев Перед реставрацией иконы священномученика Власия Севастийского Специалисты скрупулезно исследуют каждый сантиметр, выявляя проблемные места Рисунок очень хороший Через пять дней икона покинет музей Поэтому надо успеть не только отреставрировать ее, но и собрать материал для научной работы Ну икона северных песен, понятно, и видно, что у художника не так много было пигментов в распоряжении По цветовой гамме можно определить место написания иконы А по манере – период Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова